Оля, у нас есть волшебные вести из космоса. Да, стало официально известно, что для решения вопросов продовольственного космического дефицита и голода на Международной космической станции, на МКС, НГТО НЭТИ разработал уникальную прикормку для российских космонавтов. Будучи весьма дотошной сволочью, я залез и выяснил, что это за прикормка для российских космонавтов, которая должна решить все проблемы их на орбите. В России, как известно, ничего просто так не бывает. И в открытых источниках совершенно прямо сказано, что в своей основе эта великая прикормка, которая должна спасти космонавтам, является опробированным и успешным кормом для куриц. Я ознакомился, и там описание смеси очень оптимистично. Эта смесь повышает яйценоскость. Нет, яйценоскость в принципе в невесомости не играет роли. Яйценосность, Оленька. И начинают нестись даже те куры, которые не куры. И производители продукта обещают, что яйценосность повышается необыкновенно. Это очень правильное решение. Космонавты православные, впереди Пасха. Вот пусть сами и несутся. Поэтому, конечно, это то, что им было надо. Яйца им забыли послать, американцы нифига больше не дают. Вообще, Оль, ты знаешь, я думаю, что единственная надежда на то, что все-таки за нами не наблюдает какая-нибудь инопланетная жизнь. Потому что если они все это видят, потому что если они видят эти дырки в МКС, тараканов, иконы, если они ознакомились с последним документом о кормах для куриц, для космонавтов, если они вообще иногда в курсе избиений демонстрантов, пожираний покойников в реке Ганг, если они видели лицо Онищенко, то мы зря думаем, что вот наше название гея, голубая планета, земля. Я думаю, что на всех космических картах означены пути, да, и вот там северные планеты дебилов. И боюсь, что другого наименования у нас, конечно же, в общем, нету. Мы к этому привыкли. Александр Леонидович, простите, к этой вашей космической новости прекрасно же подходит идея с тертыми насекомыми. Нужно было просто тех же тараканов добавлять в пищу. Говорят, они страшно полезны и совершенно не вызывают аллергии. Ну, вот я тебе могу сказать, что... Здесь уж какой-то недосмотр. Про тараканов, про тараканов. Если вот решат кормить насекомыми население, а космонавтов будут выкармливать, как куриц, то, конечно, сотрудников Роскосмоса можно обязать перед едой съедать две столовые ложки, например, гектор-3, или есть препарат под названием дохлакс. Дохлакс. Это средство от тараканов. И надо надеяться, что это еще и от тех видов, которые обитают в головах. Правда, есть определенного рода опасность, что, в общем, кроме тараканов там ничего нет.